9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В Чебоксарах в Национальной библиотеке прошел семинар на тему «Особенности организации информационной работы в сфере противодействия коррупции». Его участниками стали журналисты и представители прислужб органов власти. Высокопоставленный полицейский задержан за взятку, замначальника таможни арестован по делу о взятке, суд арестовал счет обвиняемого в коррупции замглавы. Подобные заголовки статей мы встречаем практически ежедневно в газетах, в интернете, по телевизору. Сегодня коррупцией объявлена настоящая война, и журналисты мобилизованы одними из первых. В этом году у нас, в том числе благодаря вам, выявлено 304 преступления коррупционной направленности. Если сравнить, показали прошлого года, то за этот период года было выявлено 250. То есть мы имеем существенный рост выявляемости этих преступлений. И из них только 120 фактов именно взяток. То есть достаточно большое количество. Так как в прошлом году взяток за этот период было выявлено всего 26. Еще одна задача журналистов – своевременное информирование читателей, зрителей и слушателей о том, какие меры предпринимают органы власти для борьбы с коррупцией и насколько они эффективны. Кроме того, СМИ – активные участники работы по повышению правовой грамотности населения. Именно с нашей помощью правоохранительные органы ведут профилактику преступлений коррупционной направленности. В министерстве к наиболее опасному среди коррупционных преступлений мы относим взяточничество. Так как данный вид преступления, он посягает на основу госвласти и нарушает нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных органов, подрывая их авторитет. Практически все СМИ республики в той или иной мере вовлечены в профилактическую работу. Самые активные стали победителями конкурса, который Мининформполитики Чувашии проводят уже несколько лет подряд. Вклад в общее дело борьбы с коррупцией внесла и наша телерадиокомпания.